Необычно в этом спектакле все, начиная с пространства, в которое до этого зрители попасть могли разве что с экскурсией. Это декорационный цех. Оказываясь, здесь волей-неволей присутствующие попадают в особую атмосферу сотворчества. Камерность постановки – задумка режиссера. Все потому, что так созданная в 70-х годах XX века последняя пьеса Вампилова о человеческой судьбе еще интимнее и проникновеннее. Я на самом деле волнуюсь, потому что этот спектакль выпускался очень напряженно, и актерский, и технический. Что-то удалось, что-то нет. Я ожидаю понимания тем, я ожидаю какой-то трогательности от спектакля, чтобы он как-то попал в зрителя, чтобы зритель задумался. Герой спектакля – интересный мужчина, который мог бы пользоваться всеми преимуществами, которые предоставила ему судьба. Ломает и рушит вокруг себя все, что имеет. Конфликтует и в рабочих отношениях, и в личных. Его не радует ничего, и закономерно он приходит к бессмысленности своего существования. Казалось бы, свободный, оригинальный, общительный, не видящий в жизни никаких преград. Ведь все ему дается легко. Что же не заладилось в его жизни? Готов ли он осознать, оценить? Сможет ли он вырваться из замкнутого круга? Понять, чего хочет? Мы уже сплотились, получаем кайф от спектакля, есть какие-то свои шутки, какая-то импровизация здоровая. И просто хочется, если честно, чтобы все прошло сегодня хорошо. И на премьере, соответственно, тоже. Прониклись пьесой? Да, она для меня оказалась жизненной. И хочется, чтобы как можно больше людей пришли в театр, посмотрели, потому что она попадает куда-то в сердечко. Это спектакль-притча о жизни человека в условиях, когда нет большой цели. Интересные режиссерские находки, непревзойденная игра актеров, гениальная драматургия. В этом спектакле потаенные струны души будут задеты у каждого. Рекомендуем обязательно посетить. Общероссийское поисковое движение появилось 10 лет назад. Тогда участники поставили себе цель – увековечить память солдат, которые погибли при защите Отечества. Движение объединяет более 45 тысяч человек всех возрастов в составе полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения открыты в 84 субъектах нашей страны, в том числе и в Рязанской области. Поисковики выезжают на поля сражений, чтобы обнаружить следы битв и выйти на останки воинов. Немалую часть их работы составляют архивные поиски, где участники по группицам собирают упоминания о локальных боях, а также об участниках, чтобы в конце концов восстановить каждое утраченное имя, каждого погибшего солдата. Ухаживают за воинскими захоронениями и проводят выставки по итогам поисковых работ. В музейной комнате, вернее, очень много экспонатов. Я могу более конкретно рассказать об экспонатах, связанных с поиском самолетов, которые потерпели крушение на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны. В данном случае мы видим, что здесь представлен стенд. Это материалы с нескольких точек раскопок, с четырех, в которых мы непосредственно принимали участие. По словам участников движения, в этой музейной комнате только шестая часть всех имеющихся экспонатов. Остальные хранятся дома у поисковиков. На выставочных стендах артефакты времен Великой Отечественной войны. Их наши поисковики собрали в местах проведения вахты памяти в Керче, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Рязанской областях. Экспонаты ценны чем? Они позволяют нам установить имена летчиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в разных обстоятельствах. Одни из первых раскопок – это в Захаровском районе, в окрестностях хутора Охотники. Мы до этого знали имя одного летчика, но в дальнейшем, благодаря находкам таким именным, мы смогли установить имена всех четырех членов экипажа. В экспозиции фрагменты трех самолетов, которые потерпели крушение в 1941 году в небе Рязанской области на территории Захаровского, Рязанского и Клепиковского районах. Каждый из тематических стендов сопровождают краткие фрагменты истории и рассказ о судьбах солдат. Вятский палеонтологический музей – узкоспециализированный музей с Кирова. Одно из направлений их деятельности – это популяризация палеонтологии, для чего несколько лет назад запустили проект «Древняя жизнь», который ездит по городам нашей страны с 2020 года и, наконец, добрался до Рязани. Выставка включает в себя более полусотни экспонатов, которые относятся к животным и растениям из разных геологических эпох. Буквально от 700 или 800 миллионов лет самый древний экспонат у нас представлен и до, конечно же, динозавров. Выставка заканчивается тем, что динозавры исчезают с лица нашей планеты. И вот на всем этом протяжении, то есть все вот эти более, как я уже сказал, полусотни экспонатов, они и иллюстрируют, а как же шло развитие животного и растительного мира на нашей планете, какие организмы были в самом начале, как они продолжали эволюционировать и развиваться. Животные Пермского периода, а это около 260 миллионов лет назад, представлены на выставке довольно подробно. В Кировской области есть огромная территория, где находят останки этих животных, населявших планету до динозавров. Котельническое местонахождение париозавров. Поэтому им и посвящена значительная часть выставки. Оригинальные находки, они, конечно же, должны быть защищены от воздействия каких-то внешних факторов. Поэтому, конечно же, те экспонаты, которые без ограждения находятся, как вот, например, черепа за моей спиной, это, конечно же, достоверные копии оригинальных находок. Кроме того, у нас представлены фундаментальные находки с точки зрения палеонтологии, такие, как, например, всем известный скелет Археоптерикса. Находка, которая долгое время считалась промежуточным звеном между вот как раз рептилиями и птицами. Оригинал находки хранится в Германии. И вывести его оттуда, ну, по мне, это близко к невозможному. А без этой находки, ну, конечно же, демонстрировать было бы весьма-весьма проблематично. Поэтому точные копии, они, ну, действительно, здесь у нас также присутствуют. Но поскольку, как я уже сказал, наш музей занимается не только выставочной деятельностью, но и раскопками, то часть экспонатов, конечно же, здесь это и подлинники. Вот с чего я начинал наше интервью. Самый древний экспонат, там, около 700 миллионов лет назад, это строматолитовая, так называемая, постройка. Это подлинник. Также здесь представлены подлинники насекомых. Там вот представлена у нас стрекоза этого самого существа. Часть флоры, которая представлена на выставке, это, ну, действительно, экспонаты из наших сборов. Ну, и зубастые, так называемые, да, существа лабиринтодонты, черепа, точно так же, да, это, это одни из оригиналов на данной выставке. Выставка знакомит с миром, существовавшим миллионы лет назад, с его поэтапным развитием и усложнением до момента вымирания динозавров. К моей радости, география наших выездов, она расширяется. И то есть мы уже работаем не только на территории Кировской области, но и выезжаем и в соседние регионы. На самом деле это очень здорово, потому что таким образом мы и взаимодействуем с коллегами, и, конечно же, взаимодействуем и пополняем фондовую коллекцию нашего музея. Так, например, были у нас выставки в Республике Удмуртия, мы, соответственно, посетили точки в Республике Удмуртия. Были мы в Ульяновской области, посетили, конечно же, там, да, водохранилище, где как раз познакомились с фауной, с морской фауной юрского периода. Ну, так пока получается. Сейчас мы приехали познакомиться с коллегами из вашего замечательного города. И не исключено, что когда мы приедем выставку забирать, возможно, по окрестностям Рязани, мы поездим и посмотрим, что есть из вашей палеонтологии. Кроме работы проекта, у коллектива Вятского палеонтологического музея большие планы на сезон. Например, выемка мамонта со дна реки Вятки. Его обнаружили еще в прошлом году. Теперь предстоит достать. Получится ли, мы узнаем, когда сотрудники приедут забирать свою выставку. А пока познакомиться с древней жизнью планеты в Рязани можно до 10 сентября.